шалом ребята 29 декабря воля сейчас пока ехали через антип весь ехали до этого пляжа насчитал три елки то есть вот уже люди выбрасывают елочки для них уже все праздники закончились все подарки все получили все все получили праздники отгуляли новый год это для них так одного из в одном из видео я рассказывал по поводу полиции по поводу что были у меня случаи когда меня забирали и так далее вот сегодня расскажу один из случаев всего было три случая первый случай был который я расскажу второй случай насчет у меня была история со скутером и третье последнее было на шамзе лизе во время желтых жилетов забастовок когда я кстати снимала материал нас окружили тоже возможно расскажу как и так значит самый первый случай когда я приехал во францию я я думаю размышлял так что нужно как можно быстрее обзавестись французскими друзьями или подругой это да был понятно что холост и с французами тоже начал там общаться мы ходили в качалку при универе то есть было в принципе нормально но все равно вы же понимаете то что с пацанами ты особо у всех все может быть но как бы как по мне даже с с пацанами ты там в качалке ты там пообщался там часик-два и как бы все я думал нужно находить француженку подругу и как бы знакомиться общаться возможно какие-то были бы там не знаю симпатия чувства и так далее так далее то есть я рассматривал это значит я нашел там один сайт и начал учить язык и на языке короче и на этом сайте там познакомился с многими там французами француженками это сайт обучения языка то есть ты там пишешь допустим я знаю русский там ингридж да хочу выучить допустим французский а французы пишут там я знаю французский но хочу выучить допустим русский вот такой вот как бы взаим взамен происходит ну вот мы там с ней списались с этой француженкой и как бы начали просто учить язык там то есть я это что-то рассказывал в русском хотя я не знаю зачем он ей нужен я брал как раз информацию о французском языке значит ну и вот мы так общались и потом я думаю я конечно в париже жил нет я еще жил в лионе кстати да еще жил лионе я еще учился в универе и потом как-то так думаю блин нужно короче встретиться по что она жила в рен то есть это 400 километров от парижа от лиона это конечно далековато ну и я думаю нужно поехать встретиться ну и значит я приезжаю в рен значит мы договорились что на вокзале встретимся у меня там я ждал час пересадки на другой поезд короче час постоял так никто не пришел но я уехал то есть такая была можно сказать первая встреча ну а потом потом как-то так получилось что все таки встретились я уж не помню первый раз как это было встретились начали общаться какая-то там не знаю симпатия была тем более для меня это все это в новинку это можно сказать первая француженка с которой я начал как-то коммуницировать то есть все в новинку все интересно ну и в принципе внешне мне как бы нравилось все ну и вот начали мы так вот общаться потом встречаться я то в рен приезжал то на ко мне я уже в париж это переехал то в париж то есть вот такое вот было но из-за того что я французский не особо знал у нас всегда были какие-то непонимания но только но не на уровне как бы языка французского да а на понимание как бы принципов жизни то есть но я не хочу сказать что я простой человек что она сложный человек все люди по-своему простые сложные в разных там атмосферах и так далее так далее то есть это целая психология не буду вникать но вот не сошлись на том что допустим что мне я расскажу что мне не нравилось допустим я активный в социальных сетях да я в фейсбуке там что-то пост какой-то выложил фотку там смотрите какие прикольные там не знаю круассаны да там и какие-то там девочки пишут там коментит о круто там типа покажи там ну девочки с которым я учился там не то что просто люди какие-то коментят но и там были девушки да она все это смотрит и это были ужасные истерики что тебе пишут там кто это такие так далее так далее то есть на фоне даже обычных вот таких вот мелочей потом там тоже были проблемы потому что ну и с точки зрения французов я как бы не воспитанный человек ну то есть потому что для французов очень ломается их схема на первое время как бы когда ты ешь ты не можешь там мешать продукты которые для французов не мешательные но это слово сложно в этом вникать ну то есть французов там есть специальные антре да там бля принцип аль там десер и так далее то есть какие-то вещи которые как бы то есть на фоне этого тоже было много всяких вещей тем более она еще была вегетарианка вообще 100 100 100 процентов плюс там еда и одежда обувь и если у меня появились там меня были сапоги кожаные сапоги ботинки да то это был как даже на фоне этого были были истории понимаешь что что там нужно их выкинуть нужно пятое десятое блин мне короче мозг пилили я как бы на этом все это думал ну ладно 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 буду типа как-то как-то будем выкручиваться ну и короче в итоге как-то мы поругались она приехала ко мне приехала с такой вот как бы задачей тоже на унити и такие интересы значит и и значит она приехала в париж для того чтобы посетить ночной кинотеатр то есть это премьера идет ночью всю ночь там много всякий пример какой-то чувак значит он находил по по тюрьмам штатов и собирал информацию преступников которые там на пожизненное сидят и вот всю эту ночь и она слушала эту информацию конечно же я был дома значит мы когда туда уже ехали мы там поругались конкретно где-то у меня даже и осталось кусок видео я это снял там была такая истелика что ну это просто ужас какой-то я на счет поехал домой а значит она мне просила типа дай ключи чтобы я зашла потом без проблем ну я ничего не дала я просто ушел хлопнул дверь из машины вышел еще и пошли пошел короче домой ну и понятно что я вернулся домой поздно заснула она там должна была приехать где-то часов шесть или там пол шестого понятно я спал ну и она значит значит я спала телефон у меня то ли я не слышал то ли был выключен я не помню уже особо но значит короче какая картина да значит стук дверь стучали мощно сильно я из-за этого проснулся я практически в трусах смотрю в глазок стоят три полицейских и все больше никого не вижу три полицейских я такой открываю дверь они такие бонжур мисси они такие заваливают знаешь знаешь без всякой французской вежливости просто заваливают такие как будто я какой-то уголовник значит преступник какой-то заваливают ко мне я такой окей окей типа антхэй типа заходите да они такие сразу ваши документы я показал карту свою карту все окей все хорошо и тут она вся в слезах со стороны так и выходит типа это он меня типа не хотел пускать здесь мои вещи у него я заберу свои вещи уезжают короче вот такая вот история я не знаю что она ему рассказала что полицейским она рассказала но в итоге в итоге значит со мной эти пообщались посмотрели что я адекватный человека просто спал потом меня еще вызывали значит в комиссариат я ходил комиссариат и со мной беседовал там человек типа что что там произошло и так далее так далее так далее короче вот такая вот история была ну не слишком уж такая плачевная да и такая кошмарная все нормально все они в принципе свою работу сделали здесь нет такого что допустим француженка сказала показала пальцем на кого-то иммигранта скала фас и те уже идти как бы отработали здесь такого нету в этом плане полиция работает молодцы выполнили свою работу и респект ну и были еще случаи до были были случаи ну про скутер я до проскутер тоже веселая история то уже наверно следующий раз расскажу ну а по поводу желтых жилетов там все очень просто я снимала видос материал для вот вы наверно видели и так получилось что там было не знаю сколько людей нас окружили короче ну с рс да омон по нашему окружили они и вот так вот в кольцо сжимали и короче некоторых там активистов в сторону отвели ну а мы такие там было много как бы журналистов я с камерой тоже хожу и я записался к в ряды журналистов там с ними стал там и нас просто просто там постояли проверили нас еще раз посмотрели наши документы и вывели то есть нас вообще вывели из и из из шамзаризы в сторону вот такие дела ладно ребятки всем хорошего буду закругляться пишите вопросы ваши еще значит видео завтра и послезавтра которая будет в горах будем смотреть на снег все хорошего пока